друзья привет добро пожаловать на кухню милой хозяйки этот шикарный песочный рафаэлла вы приготовите на 1 2 3 после того как посмотрите мое видео торт получается невероятно вкусное делается просто украсить собой любой праздничный стол я вас уверяю что он точно получится у каждого в описании к этому видео найдете количество ингредиентов а также ссылку на телеграм-канал подписывайтесь миску просеиваю сразу все количество муки добавляю соль разрыхлитель перемешиваю сухие ингредиенты и добавляю холодное сливочное масло нужно все это превратить в крошку я буду замешивать при помощи миксера но также это можно сделать и вручную если будете делать руками то старайтесь быстро чтобы масло не таяло когда образовалась крошка добавляю сюда сахар снова перемешиваю далее добавляю яичные желтки белки нам пригодятся и сметану и замешиваю тесто недолго как только она сформировалась в один комок замешивать достаточно то же самое касается и ручного замеса собираю тесто в одну кучку формирую колбаску и делю на три одинаковые части две пока откладываю в сторону а из 3 буду раскатывать корж делаю это сразу на отрезке пергамента величиной по той форме которой буду выпекать тесто присыпаете мукой чтобы она не прилипала к скалке перекладываю форму и уже по ней дальше распределяю тесто чтобы она была одинаковой толщины духовка разогрета на 180 градусов выпекается такой корж примерно 12-15 минут до легкой золотистости пока у готовился первый корж я подготовила уже второй чтобы сразу же не отвлекаясь выпекать следующий корж оба коржа готовы я их выкладываю на решетку остывать также сразу же я подготовила и третий корж распределяю его по форме пока отставляю в сторону не выпекая и подготовлю наполнение обжариваю арахис перекладываю в миску чтобы он остыл оставшиеся яичные белки выливаю в чашу миксера добавляю щепотку соли ванильный сахар и взбиваю до пены далее постепенно сюда всыпаю сахарную пудру и буду взбивать не менее 10 минут до устойчивости далее сюда добавляю кукурузный крахмал на низких оборотах замешиваю и всыпаю кокосовую стружку и уже при помощи лопатки аккуратно и и вмешиваю в белки высыпаю сюда подготовленный арахис быстро перемешиваю и наполнение для третьего коржа готова перекладываю его на тесто распределяю ровным слоем духовка у меня разогрета на 170 градусов будет выпекаться такой корж приблизительно 30 минут он должен слегка подзолотиться третий корж готов я его сразу же вынимаю с формы остывать у меня получилось два одинаковых песочных коржа и один с наполнением готовлю крем в кастрюльку или в сотейник выливаю молоко всыпаю сюда сахар перемешиваю добавляю муку и кукурузный крахмал перемешиваю чтобы не было комочков также добавляю сюда два яйца перемешиваю и ставлю на плиту довожу до кипения при постоянном помешивании огонь уменьшаю до минимального и завариваю крем до загустения когда крем загустел снимаю с плиты добавляю ванильный сахар снова перемешиваю и далее измельчаю сюда белый шоколад перемешиваю до растворения шоколада получается очень вкусный заварной крем который подходит большинству тортов эту заварную основу нужно остудить чтобы это было быстрее я поставила в миску с холодной водой периодически помешивая остужаю заварную основу далее перекладываю ее в чашу миксера она уже полностью остыла и слегка взбиваю до пышности в другую миску я выкладываю мягкое сливочное масло взбиваю до посветления до пышной массы и далее эти две массы соединяю постепенно добавляю заварную основу взбиваю до пышности сразу две части не объединяйте так будет легче взбивать крем соединиться постепенно будет гладким воздушным и очень-очень вкусным вот такой получается пышный крем все коржи остыли можно собирать торт выкладываю первый корж на нашу часть крема крем нужно распределить так чтобы хватило на все три коржа распределяю далее выкладываю корж с наполнением снова часть крема и последний песочный корж я его перевернула как всегда дном вверх чтобы торт был ровный я оставила для последнего коржа уже меньшую часть крема распределяю ровным слоем украшаем торт по желанию я просто буду посыпать кокосовой стружкой ставим обязательно его в холодильник на 6-8 часов или на ночь а на следующий день уже можно разрезать вот такой шикарный разрез у этого торта он вроде бы не особо такой прям приглядные красивые но друзья он очень вкусный обязательно попробуйте я уверена что у всех любителей рафаэла этот торт вызовет восторг спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал желаю вам мира и добра всем пока пока